Уже будучи пожилой женщиной, приезжает сюда в Палестину, чтобы строить здесь на тех местах, которые связаны и с евангельскими событиями, и с жизнью проповеди Иисуса Христа, строить церкви, монастыри, базилики. И вместе с ней приезжает очень много сюда греков, потому что основное население Малой Азии это были греки еще со времен Александра Македонского. Приезжали сюда и священники, и монашествующие, просто праведные миряне. Вот на долгих 400 лет греки-визотийцы поселились здесь в Палестине. Ну и начинают они переводить на свой родной греческий язык географические названия местности, имена ветхозаветных пророков, названия городов, которые до этого звучали на иврите. И вот на первый взгляд ничего страшного в этом нету, а на второй взгляд оказывается в греческом языке есть одна маленькая, но очень серьезная проблема. Там нету шипящих, нету звука Ш, нету звука Ч и нету звука С. Поэтому до сегодняшнего дня мы используем в русском языке греческие названия этих мест, потому что город Иерусалим становится теперь по-гречески Иерусалим. Маленький городок здесь вот на севере тогда Иудейского царства, на севере Палестины, на севере сегодня Израиля, который мы сейчас с правой стороны увидим. Город Благовещение, где жил плотник Иосиф и Дева Мария, чье имя на иврите звучит как Нацерет, становится теперь Назарет. Сейчас Назарет мы с вами увидим, с правой стороны он на горе будет находиться. С именами то же самое происходит, ведь Иисуса Христа звали на иврите немножечко по-другому. Имя его звучало Яшо, теперь он становится Иисус, предтеча Иисуса Христа, Иоанн Креститель, его имя тоже было немножечко странно. Для нашего уха звучало Йоханам, теперь он становится Иоанн. Галиль становится Галилея, река Ярден становится Иордан. Вот таких изменений очень много сделали здесь греки на протяжении 400 лет, что они здесь правили. И, как я уже сказал, мы до сегодняшнего дня пользуемся греческими названиями. Город Цепори стал называться Сипфорис. И во времена византийцев и во времена крестоносцев это был город Сипфорис.